Для того, чтобы сделать еще более популярным массовый баскетбол и привлечь школьников в летнее время к регулярным спортивным занятиям, проводится всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Кубани. Мы побывали на открытии соревнований в Северном парке нашего города. Динамичная игра, известная как стритбол или уличный баскетбол, завоевывает все новых поклонников в Краснодарском крае и в Славянском районе. 33 команды юношей и девушек 2012-2013 годов рождения приняли участие в турнире. На его открытии в адрес участников прозвучали самые добрые слова и пожелания. Мы с вами проведем соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края. Хочу напомнить, что в прошлом году, может быть кто-то из вас уже участвовал, наши две команды заняли первые места. Это очень большое достижение. Сегодня у вас есть возможность проявить силу, волю, мужество, мастерство и также достигнуть высоких результатов. Юные таланты продемонстрировали перед спортсменами свое искусство. На площадке в Северном парке были созданы очень хорошие условия и всем здесь удобно. А самое главное, ребятам интересно, они настроены на борьбу. Настроение прекрасное. Я очень рада принять участие в уличном баскетболе под названием стритбол. Мы планируем занимать первые места. У нас сегодня очень хорошая команда. Мы планируем выйти в финал и продолжать такими же темпами. Кроме настроя, главное, чтобы были еще и сыгранность, а также умение бороться за каждый мяч. Участники демонстрировали красивые комбинации, которые успешно завершались. Принимаем мы тут участие не первый раз и команда у нас даже очень сильная. И в стритболе это главное, я думаю, что двигаться. Если одну ошибку сделаешь, можешь проиграть или потерять очки. Так что надо больше двигаться. Главное тут каждый мяч и сыгранность, чтобы каждый понимал друг друга. В упорном соперничестве были определены лучшие. Лидерами среди юношей стала команда «Триумф-2». На втором месте «Триумф-1». На третьем «Южанин». Среди девушек лучше всех выступила команда «Триумф». На втором месте мяч на ходу и замыкает тройку призеров команда 18-й школы.